И недели неоднократно генеральный секретарь призывает к деэскалации, сдержанности и защите гражданских лиц. Мы глубоко сожалеем, что эти призывы, похоже, остаются без внимания. Лишь за пять дней с нашего последнего заседания 21 января приблизительно 50 гражданских лиц были убиты и около 150 были серьезно ранены. 22 января более 10 гражданских погибли, когда ракета попала в троллейбус в Донецке. В тот же день по крайней мере 10 человек погибли во время серьезных столкновений в районе города Горливка. В субботу 24 января нападения с использованием ракет обрушились на Мариуполь, были разрушены дома и был несет ущерб местному рынку, где находилось много человек. Десятки человек погибли, в том числе женщины и дети. Специальная миссия по мониторингу ОБСЕ сообщает, что ракеты были пущены с территории, которая находится под контролем так называемой Донецкой республики. Господин председатель, уважаемый член Совета, Мариуполь находится за пределами непосредственной зоны конфликта. Можно поэтому сделать вывод о том, что организация, которая пустила эти ракеты, намеренно нанесла удар гражданскому населению. Это является нарушением международного гуманитарного права. Мы должны послать однозначный сигнал. Виновные должны понести наказание и должны быть привлечены к суду. 23 января руководитель так называемой ДНР объявил бойкот будущим консультациям с трехсторонней контактной группой. Это односторонний выход из соглашения о прекращении огня и угроза захватывать далее территорию. План состоит в том, чтобы расширять границы до границ Донецкой области. Как генеральный стресс заявил 24 января, это является нарушением их обязательств согласно Минским соглашениям. Мы напрямую призываем повстанцев незамедлительно отказаться от провокационных насильственных действий, соблюдать нормы международного права и выполнять свои обязательства. Мы также призываем руководство Российской Федерации использовать свое влияние и призвать повстанцев к тому, чтобы прекратить незамедлительно боевые действия. Это будет критически важным шагом в направлении остановки кровопролития. Украинское руководство активно выступает в отношении своих обязательств по Минскому соглашению и заверяет в том, что они по-прежнему занимают оборонительную позицию. Тем не менее, мы отмечаем недавние чрезвычайные меры, принятые Национальным советом по обороне и безопасности. В частности, меры, связанные с, цитирую, укреплением контртеррористических мер. Конец цитаты. Мы призываем к максимальной сдержанности. В свете недавно провозглашенного чрезвычайного положения в Донбассе становится еще более важно гарантировать, чтобы гуманитарные работники и гуманитарные товары беспрепятственно поступали к нуждающимся. Бюрократические препоны с обеих сторон конфликтной зоны препятствуют гуманитарному доступу и должны быть ликвидированы. Мы также призываем правительство Украины обеспечить, чтобы гуманитарные операции не облагались налогами. Господин председатель, уважаемые члены Совета, мы признаем сложность дипломатических дискуссий, нацеленных на нахождение мирного решения этому конфликту с учетом непримиримых позиций. Тем не менее, усилия по нахождению политического решения должны быть удвоены незамедлительно. Президент Порошенко объявил о том, что было выработано соглашение о необходимости проведения переговоров в формате Женевы с участием ЕС, США, Украины и России. Мы приветствуем это. Прежде чем я завершу, позвольте рассказать о нашей оценке дальнейшей работы с упором на возобновление Минских соглашений. Как было согласовано в Минске, все стороны должны немедленно прекратить боевые действия. В особенности подчеркиваем о том, что повстанцы должны вновь заявить о приверженности прекращению огня и остановить наступление. Мы искренне надеемся, что трехсторонняя контактная группа вновь соберется в консультациях с руководителями повстанцев, как это предусмотрено на этой неделе для того, чтобы выработать устойчивое прекращение огня и осуществлять в более широком плане Минские соглашения. Все стороны должны заявить о приверженности защиты гражданским лицам и оказывать им содействие. Наконец, необходимо заявить о политической приверженности мирному и прочному решению этого конфликта на самом высоком уровне. И я вновь подтверждаю наш призыв к созыву женевского формата как можно скорее. ООН также остается готовой содействовать укреплению устойчивого и прочного мирного процесса по мере необходимости. Более 5000 человек уже погибли в этом конфликте. Мы должны найти возможность остановить его и сделать это сейчас. Благодарю, господин председатель. Я благодарю господин...